Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Дарья Судрева. Смотритесь сегодня в программе. Строители зависли в хирургии. Успеют ли в срок отремонтировать сурскую больницу. Ленинский мемориал окружат воздушным забором. Ульяновские полицейские выиграли всемирные соревнования в Китае и установили мировой рекорд. Крыша течет, потолок падает, плесень разрастается. Как живут люди в центре Ульяновска? Транспортный лавок отменят, а праздники садоводов перенесут. В Ульяновске прошло очередное заседание регионального правительства. О чем говорили, расскажет Наталья Чумаченко. Сегодня члены областного правительства собрались в зале заседаний, чтобы рассмотреть отважных вопросов. На повестке дня проекта законов, приводящий в соответствие региональное законодательство с федеральным и улучшающую жизнь граждан. Так, чиновники единогласно поддержали законопроект по продлению отдельным категориям собственников жилых помещений ежемесячной компенсации расходов на оплату закап ремонта многоквартирных домов. Нами предлагается компенсация для граждан 70 лет в размере 50 процентов, достигших 80-летнего возраста в размере 100 процентов компенсации. Кроме того, мы еще предлагаем детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей компенсацию в размере 50 процентов. Другой законопроект предлагал внесение изменений в официальный документ о транспортном налоге, чтобы расширить круг получателя льгот. Решено полностью освободить от уплаты транспортного налога владельцев легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем. Кроме этого, не будет платить копеечку в бюджетную казну один из родителей, усыновителей или попечителей ребенка-инвалида, владеющий легковым транспортным средством с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Сегодня у нас действуют льготы на автомобили до 100 лошадиных сил, но понимаем, что семьи все больше и покупают автомобили современные, где мощность двигателя варьируется от 100 до 130 лошадиных сил и уже просто-напросто семьи лишаются такой меры поддержки. Поэтому и принято решение об увеличении квоты. Также члены правительства единогласно одобрили создание коррекционного органа по развитию моногородов и утвердили отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2019 года. Напомним, общий объем доходов в региональную казну за этот период составил более 27 миллиардов рублей, объем налоговых и неналоговых поступлений – более 22 миллиардов. Нам удалось перевыполнить эти плановые показатели, поэтому я еще раз благодарю всех руководителей отраслей, которые активно приняли участие в этом и перевыполнили те задачи по доходной составляющей, которые были поставлены в рамках бюджета. Но впереди еще одно полугодие и задачи у нас еще более амбициозные. Не забыли и про садоводов, которые сами вышли с инициативы переноса профессионального праздника. Теперь День садовода. Вся область будет отмечать не 2 мая, как было принято раньше, а 14 сентября после сбора урожая. В Сурской районной больнице проведут масштабный ремонт в рамках реализации национального проекта здравоохранения. По словам губернатора, необходимо также предусмотреть работы по благоустройству территории больничного комплекса, ремонту входной группы. Подробнее в нашем материале. Губернатор Сергей Морозов остался недоволен темпами ремонта Сурской районной больницы и благоустройством прилегающей к ней территории. Ремонтные работы в медицинском учреждении начались в прошлом году. На их нужды предусмотрено 43 миллиона рублей. Притом на эти цели привлекаются не только государственные средства, но и деньги благотворителей. В частности, их привлекали для замены окон в прошлом году. В настоящее время в больнице начата работа по ремонту хирургического отделения. На эти нужды заложено свыше 3 миллионов рублей. Все пациенты с хирургического отделения, то есть со второй этажа, где ведутся ремонтные работы, переведены на этаж высшего детского отделения. Оперативные вмешательства как продолжались, так и продолжаются. И работаем в нормальном режиме. Именно ремонт хирургического отделения вызвал неудовлетворение губернатора. Работы должны проводиться в течение двух месяцев. Но по итогам половины этого срока еще мало что сделано. Мы должны, допустим, хирургическое отделение сдать уже через месяц. Притом, как сейчас организована работа, дай бог нам его в октябре, ноябре сдать. И еще не факт о том, что хорошего качества. Кроме того, губернатор отметил, что подъездные пути к больнице и тротуары также оставляют желать лучшего. Глава региона потребовал заняться вопросами благоустройства и ускорить темп проведения ремонтных работ. По установленному плану, в следующем году ремонтные работы должны пройти в детском и терапевтическом отделении. А в 2021 году собираются отремонтировать приемное отделение и установить видеонаблюдение. Егор Дистов, Данила Сурков, Новость Уллправда ТВ. Кроме ремонта больницы, в Сурском внимание уделяет благоустройство районного центра. В этом году по программе поддержки местных инициатив жители отремонтировали мемориал, посвященный войнам Великой Отечественной войны. На площади планируют празднество на следующий год. В следующем году страна будет праздновать 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В городах и селах уже началась подготовка к этому великому событию. Губернатор Сергей Морозов осмотрел работу по благоустройству аллеи славы в Сурском. В районном центре по проекту поддержки местных инициатив планируется отремонтировать мемориал, посвященный Героям Советского Союза. Общественность рабочего поселка поддержала этот проект. Давайте все-таки сделаем аллеи героев. Давно мы не ремонтировали наши бюсты, а их 12 героев. Ни в одном районе Ульяновской области только героев Советского Союза нет. И вот инициативная группа поддержала и решили, что нам нужен этот комплекс мемориал завершить. Большая часть необходимой суммы собрана и работа уже началась. Планируют завершить ее до конца августа. На памятниках героям будет описание их подвигов и биографии. Работы по благоустройству мемориала начались еще в прошлом году. Заменена облицовка постамента памятника воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну. Установлены фонари. Общая стоимость работы составила 2 миллиона рублей. В этом году старый разбитый асфальт у памятника заменен на брусчатку. Ну если в прошлом году сделали ремонт, мы тоже не верили, что здесь вот будет лежать брусчатка, что памятник будет обшит новым гранитом. Это же произошло. Как вы думаете, когда все будет сделано, будет очень красивое место? Очень красиво будет, надеюсь. Уверена. В дальнейшем благоустройство центра поселка планируется продолжить. Аллея будет соединена с несколькими скверами и пешеходная дорога, ведущая на главную достопримечательность района – Никольскую гору. Егор Цитов, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. На кондитерской фабрике «Волжанка» запустили новую производственную линию. На ней будут делать глазированные вафельные конфеты с мягкой карамелью и посыпкой. Новая линия позволит обеспечить рабочими местами 18 человек и расширить ассортимент выпускаемой продукции. За последний год модернизацию предприятия было инвестировано более 180 миллионов рублей. С руководством фабрики встретился губернатор. Вместе они обсудили возможности отгрузки продукции на экспорт. Ремонт Ленинского мемориала в самом разгаре. Сейчас рабочие демонтируют гранитные плиты с фасада здания и колонн. Облицовка мемориального комплекса запланирована на сентябрь. Однако при повторном анализе плит и их расположении на фасаде инженеры столкнулись с трудностями. С какими, расскажет Рината Алиулова. Реконструкция Ленинского мемориала продолжается. Напомним, в ноябре прошлого года в Госдуме внесли поправки в федеральный бюджет о выделении 2 миллиардов рублей на ремонт объекта культурного наследия в Ульяновске. 942 миллиона из них пойдут на ремонт фасады и кровли мемориала. Сейчас рабочие активно демонтируют гранитные плиты с фасада. Из 7 тысяч квадратных метров сняли 4. Демонтируют мрамор из колонн. Из 50 плиты сняли с 39. Мрамор весь с колонн, который в целом видим и складируем. Но отправили на исследование на месторождение, для того, чтобы они дали свои характеристики, можем ли мы его повторно использовать или нет. До 10-го, края 15 ноября, демонтажные работы по мрамору должны закончить. Вся модернизация здания рассчитана на 3 года. С ходом реконструкта ознакомился губернатор Сергей Морозов. Главе региона доложили. Повторная экспертиза мрамора показала. Между плитками и самим фасадом залит бетон, который работает во вред мраморной плите. Он разрушает ее и ведет к отслоению из-за слабой паропроницаемости. Мы предлагаем уйти от мокрого фасада и сделать вентилируемый фасад. В этом случае мы делаем тепловой контур снаружи, как в принципе это положено. Делаем защитный воздушный зазор и делаем мраморную плитку. В таком случае фасад будет составлять цельную систему, как и было задумано архитекторами. Проблема воздухообмена решится. И спустя еще полвека мемориальный комплекс не потребует нового ремонта. Кстати, после ремонта Ленинский мемориал внешне останется прежним. Новый мрамор, как и 50 лет назад, поставляют из Челябинской области. Никто ничего не хочет ни украсть, ни ужулить, ни оптимизировать. Хотят все сделать так, чтобы это здание было, может быть, даже лучше, чем он в первозданном состоянии находился. По крайней мере, сегодняшние новые технологии позволяют сделать его легче, сделать его теплее. Сергей Морозов также просил заменить лавочки, которые находятся на площади перед Ленинским мемориалом, и асфальтную плитку. По мнению губернатора, такая инфраструктура давно изжила себя. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. 18 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград привезли ульяновские полицейские из Китайской Народной Республики. С 8 по 18 августа в городе Чэнду проходили Всемирные игры среди полицейских и пожарных. В Ульяновске спортсменов поздравил губернатор, главный федеральный инспектор по Ульяновской области и начальнику МВД. В Китае завершились 18-е Всемирные игры среди полицейских и пожарных. Пять лучших ульяновских спортсменов, работающих в полиции, вошли в состав сборной России. В родной город молодые люди вернулись триумфаторами. В их копилке 18 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Прошедшее соревнование, в котором приняло участие 78 стран, и делегация Российской Федерации составляла более 172 участников. И только пять жителей Ульяновской области вошли в достойную честь войти в состав сборной России, которую представила наша страна на всемирных играх полицейских. Медалистов лично поздравил губернатор Сергей Морозов и главный федеральный инспектор по Ульяновской области Сергей Валенков. За высокие достижения глава региона вручил призерам игр «Ценные подарки». Не скрою, мы вместе с руководством управления, вместе, я думаю, что со всеми коррективами и вашим, и правительство, и дальше с Ульяновскими ульяновскими решениями. Наиболее упорная борьба у ульяновских спортсменов сложилась в лёгкой атлетике и плавании. Старший лейтенант полиции Наталья Перекова и вовсе установила три мировых рекорда игр – в беге на 100, 200 и 400 метров. За беге на 100 метров она преодолела дистанцию за 12,84 секунды. Всего же полицейские спасатели из России завоевали 178 медалей. За ухоженными фасадами коммерческих зданий в центре города скрываются настоящие бараки, населённые людьми. Наша съёмочная группа побывала в одном из них – в доме номер 24 по улице Мира. Почему дом до сих пор не расселяют, а ремонта так и не было? В материале Виктории Черковой. С чёрной плесенью на стенах, без воды и с худой крышей. Дом в историческом центре Ульяновска 1917 года постройки уже давно отслужил свой век, но люди в нём так и живут. В доме номер 24 по улице Мира 9 квартир. В одной из них нам удалось побывать. В гости мы пришли к Екатерине Коптеловой, счастливой обладательнице квартиры номер 7. Екатерина Алексеевна провела экскурсию по своему жилищу. Все вышеописанные прелести в наличии. Вода подаётся на час. За это время хозяйка набирает воды в бутылки и вёдра, чтобы была возможность помыть посуду и смыть унитаз. Екатерина проживает в этом доме с 1982 года. За это время ремонта она не видела. Дело в том, что в квартире прописан 9-летний внук. К счастью, он живёт на съёмной квартире вместе с мамой. Старший же внук Сергей помогает своей бабушке ежедневно. Однажды ему даже пришлось соорудить инженерную конструкцию для отвода воды. Когда дождь идёт, снег тает, обычно здесь лужи бывают и воды по коленам. Но для того, чтобы не на голову падало, вот вода капает сюда и вытекает, и всё это идёт на улицу. Сами делали, что ли? Да, Серёжи вот. Хозяйка показала все достопримечательности и достала увесистую стопку бумаг. На протяжении 10 лет Екатерина писала и в мэрию, и в управление ЖКХ. Доходило дело и до прокуратуры. Просила она и о переселении, хотя бы не для себя, а для младшего внука. С мольбами о ремонте также обивала пороги учреждений. Отписки и обещания сыпались ей одно за другим. В этом году появились новости о капремонте, но Екатерина уже никому не верит. В фонде модернизации ЖКХ нам ответили, что дом скоро отремонтируют. Прогнозируется в сентябре. Ремонт будет производиться быстро, дом маленький, выполнен будет в кратчайшие сроки. Сложно представить, что барак на Мира можно сделать пригодным для жизни. По-хорошему дом бы снести и расселить, но не всё так просто. Большинство жителей хотят остаться на месте и не торопятся переезжать. Может быть, кто-то из них надеется продать престижные метры в центре города, но это уже совсем другая история. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Своей проблемой поделились и жители Димитровграда. На улице Козлова димитровградцы просят помочь с обустройством дороги. Но, похоже, городские власти решать проблему не спешат. Подробнее видео. Кирпичи, доски, строительный мусор – это всё результат самостоятельных попыток жителей домов на улице Козлова в Димитровграде хоть как-то исправить ситуацию. Из года в год эту дорогу, если её можно так назвать, размывают дожди. Здесь как летом, так и зимой, как говорится, ни пройти, ни проехать. Жители улицы Козлова, устав стучаться в различные инстанции, обратились к нам в редакцию за помощью. Я живу здесь с 90-го года, я приезжаю. И вот сколько здесь лет живём, сколько лет живём, вот этот песок, он каждый год смывается, смывается. Когда тут сильные дожди идут, вы не поверите. Тут, знаете, ну сантиметров 20 река бежит, река. Сколько мы заснимали, бесполезно. И потом уже терпение наше лопнуло. Я просто года два назад обошла вот этот весь участок, все подписи собрала, депутату записалась. Но получилось так, что я поговорила с Большаковым. И он дал мне ответ. Ответ у меня этот есть, я вот это к вам принесла. Но как было письмо на столе, так у них на столе и лежит. Результаты сами видите какие. Улучшение ситуации действительно не видно. На песчаную дорогу размывает от дождя к дождю. Кирпичей строительного боя, которым жители засыпают дорогу, хватает ненадолго. Крышу перекрывали, вот шифер был. Здесь сюда завезли. Ну ещё пока муж был живой, на автобусе ездил, вот закатал его. Вот ещё немножко осталось. Остальное всё уносит, смывает. Вчера вот сына провожала, такси вызвали. Такси не поехала, отказали. На вашу улицу не поедем. Что там такси? Проехать к домам не может скорая помощь. А здесь её вызывают частенько. Пожилых людей много. Для них нормальная дорога – это не просто блажь, а жизненная необходимость. Жители улицы Козлова многого не просят. Участок, который необходимо сделать, небольшой. В городском комитете по ЖКК и муниципальном учреждении городские дороги нам подтвердили. С проблемой знакомы. Начальник участка МКУ даже выехал на место, чтобы прокомментировать нам, как будет решаться вопрос. Мы сейчас наблюдаем размыв дороги после проведения дождей. В наши планы входит конечное исправление ситуации на данном участке. Наверное, сегодня после обеда у нас зайдёт тяжёлая техника. Подсыпем строительным боем и сверху песком. Я думаю, сегодня мы исправим положение на этой улице. А то, что жители просят капитальную дорогу, возможно ли здесь? Ну, это не ко мне вопрос. К администрации города. При выделении средств всё возможно. Жителям улицы Козлова остаётся надеяться, что администрация города всё же услышит их просьбу и дорога здесь появится. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград-24. В день прославления преподобной ученицы Екатерины, послушницы Спасского женского монастыря, на территории Воскресенского некрополя прошли памятные мероприятия. На следующий день состоялось освящение храма, построенного в честь святой. Домовой храм, посвящённый Симбирской подвижнице, святой преподобной мученице Екатерине Декалиной, расстрелянной в феврале 1938 года за веру во Христа, оборудован в егуменском корпусе возрождающейся обители Спасского женского монастыря. Все стены храма расписаны фресками, на которых можно рассмотреть христианские сюжеты. А образ святой можно увидеть в иконостасе храма среди других симбирских святых. Освящение храма совершил митрополит Анастасий. По окончании чина освящения владыка возглавил в новоосвященном храме служение божественной литургии. Также в храме молились игумения Сергия Вотрина, насельницы Спасской обители и прихожане. После службы митрополит Анастасий произнёс проповедь. Пусть Господь по молитвам преподобной мученицы Екатерины, которая твёрдо верила, что, как апостол Павел сегодня говорит в своём послании, она верила, что мы с вами являемся храмом Божиим, и Дух Божий живёт в нас. Если кто расслит храм Божий, расслит того Господь. И расслит те, кто покусились на жизнь святопреподобной мученицы Екатерины, их расслил Господь. Но память святых жива и до скончания века будет в памяти нашей Церкви. Владыка пожелал, чтобы в домовом храме ежедневно возносилась молитва. Ирина Антонова, Новости Оллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается жаркая солнечная погода. Температура воздуха прогреется до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok